Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня первое отделение композиции, которые составлены из двух частей. Первая часть – это фрагмент пьесы замечательного гитариста Пэтта Мэттени, которая вошла в состав большого альбома, записанного еще в 90-е годы. Называется это часть «Always and Forever». Как объяснил сам Пэтт Мэттени, он посвятил эту пьесу своим родителям, поэтому так и назвал, если по-русски говорить, это «Навеки вечные». Вот такая пьеса. Пьеса получит ее фрагмент, и она перейдет в композицию Маркуса Миллера из репертуара позднего, последнего состава Майлза Дэвиса, пьеса, которая называется «Туту». Она посвящена Дэзвонду Туту, правозащитнику, епископальному священнику Южной Африки, борцу с апартеидом, получившим Нобелевскую премию в 1984 году за то, что он прекратил апартеид в Южной Африке. Апартеид – это такой вид современного нацизма. Вот такая будет пьеса. Итак, мы начинаем с «Always and Forever». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это уже не латиноамериканские страны. Так что такая путаница есть. Многие думают, что вот мамба, румба, это действительно связано с кубинскими, с мексиканскими видами культуры, где говорят по-испански. А вот басанова и самба – это совсем другая культура. И вот сейчас вы услышите пьесу, которую я написал на тему быстрой такой босанолы, который как бы в ритме самба, но на самом деле это босанолы. Я назвал эту пьесу «Нова-босса». Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 кто жонглёр, кто клоун, кто шут и так далее. И все были поодиночке. Вот одному человеку пришло в голову, не объединить ли все эти персонажи одну компанию в трубку. И чтобы эта трубка выступала уже со сценарием, с определенными. Вот так появился театр. Они стали разъезжать уже по разным городам, появился целый ряд спектаклей. И так появилось такое понятие, комедия «масок». Дело в том, что единственным таким отличительным свойством было того, что вот этот человек, который передумал, он обязал каждого актёра одеваться совершенно одинаково, какая бы пьеса ни шла. И самое главное, у них у всех были маски. Так возникло дикое количество масок в истории первые десятилетия существования этого театра. И вы знаете, это и Харкали, и Бригелла. И о них каждая маска изображала какого-то социальный какой-то тип. Слуга, хитрый там, служанка, купец, торговец, какой-то там служитель закона. И в общем-то этот театр, он скорее такой, они пародировали этих персонажей, их даже преследовали одновременно. И вот постепенно это явление стало уже общеизвестным в Европе, переселилось уже во Францию, и там возникла ещё одна маска, Пьеро, которая стала к нашему времени олицетворением вообще всего театра. Это грустная такая маска с опущенными уголками. Вы знаете, когда какой-нибудь театральный фестиваль, то висит маска Пьеро. Ну вот пьесу, которую вы сейчас услышите, я и посвятил этому персонажу. Она так и называется, грустный Пьеро. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Спасибо Сейчас вы слышите пьесу из реп WOW замечательного шаксофониста которому я поклонялся долгое время. Его звали Джулиан Кенненбол Эдерни. Он один из ярчайших представителей соул и фанки джаза. И пьеса, которая сейчас прозвучит, называется Inside Straight. Я как-то в те времена, еще давно, это были 60-е годы, мы не очень понимали, что это означает, поскольку я вообще-то играл всегда в преферанс, а вот покер был для меня какой-то чуждой такой игрой, а на самом деле Inside Straight это всего лишь расклад карт в покере. Я помню, как Герман Рупьянов, такой и есть трубач, уверенный в себе человек, он попытался перевести и сказал, конечно, это переводится как «прямого пути нет». Оказывается, и потом я увидел обложку этого альбома, там просто так вот карты разложены и написано Inside Straight. Всего лишь расклад в покере. Джулиан Кенненбол Эдерни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА